доброе утро тречка добрый да сегодня мы бегали уже даже футболках они в свитшотах толстов как кофта в чем это вообще бегали ну неважно уже жаркой и бегать становится тяжелее из-за этого это ладно ты пришел и сказал тебе тоже тяжелей мне тоже жарко из-за этого неприятно и спина болит и что там еще у нас болит вообще болезненно это не надо вчера ой шея болит а сегодня нога болит и спина тоже были короче мы второй день завтракаем одинаково я варю нам овсянку быстрой варки 8 10 минут 8 10 на коробке написано ну что ж ты со мной споришь вот смотри ну потому что ее быстрее варить вот на 12 минут как мы вчера родиться так то нормально так мы вчера этого или нет нет минирку леса вчера варили значит ничего страшного это тоже вкусно короче варю овсянку на молоке на двоих тут сразу на на стол ставлю мед сливочное масло 0 что не добавлять очень зря ой и еще клубнику мы вчера купили так и и не ели вечером может быть сюда себе и порежу очень люблю такую овсянку от именно жиденькую с маслом и мёдом это божественно просто что ты кривляешься там а на камеру слабо тоже мне идеальный муж тебе нравятся твои шорты не нормально чего-то я просто просила я знаю что они выцвели их уже стыдно носить ну они действительно высевшие или они такие есть я не помню кому-то их купил они такие были ты прям все ваша лето как я говорила да если ты новая единица или не стоит рядом с тобой ходить что я так не говорила отойди от меня помощь какой-то ты меня с кем-то путаешь ты кто тебя вчера целовал утром я даже не знаю кто это я тебя не трогала и ты сам себя бальзамом отмазываешь все сегодня уборка будет проходить чуточку приятнее потому что здесь новая тряпка от фракенбол кстати я всегда покупаю вот такого красивого цвета смотри очень важная и полезная информация ли часто пишут о том что пора к тебе уж какую-то там швабру новомодную купить то все но я как-то привыкла к вот к такому методу старческому реально обычная швабра ведро с водой и тряпка мне кажется так вымывается лучше потому что я еще мою полы два раза раз прошлась вторая прошлась то есть каждой комнате по два раза и соответственно коридор тоже ура чисто красиво свежо убралась я блин не люблю понтельник за это но потом мне очень наподнимать настроение я уже убрала кстати одеяло теперь мы будем укрываться только под одеяльником потому что пришла жара и кровать стала нейро визуально пионы смотрите я их не подрезала вчера когда мы в кирилловку ездили один день всего лишь но они уже такие печальненькие подувявшие подуставшие но еще не сильно сыпятся поэтому я решила еще им дать шанс постоять не хочется их отсюда убирать просто но они стояли на самом деле насколько неделю я считаю это достаточно долго теперь пора уже себя эти приводить в порядок я уже успела кстати поставить крылышки запекаться сегодня не хочу ничего такого выготавливать ну вот я и в порядке сегодня решила надеть свою юбку потому что не зря мы не ее подшили на самом деле можно было бы даже еще ее подшить как-то вот так прям ну не знаю нормально держится не спадает все хорошо отлично прекрасно и она тоже хорошо подошла под мой кроп-топ чтобы конечно тоже идеально вписались мои босоножки которые теперь продаю очень жаль что не вот это вот не подошли мне я поняла в чем причина и причина не в каблуке причина в том что то месте где лямки вот на пальцах нога должна быть еще уже есть я их все еще продаю ребят кому там интересно это это очень красиво стильно современно но не важно очень интересная летняя обувь и каблук действительно не чувствуется даже вот я не любитель каблуков но вот это вот это место должно быть у вас узкая то есть уже чем моя стопа если вот кто-то заинтересовался этими босоножками напишите мне мы если что измерим сантиметром и я скажу вам подойдут они вам или нет но на самом деле смотрится очень женственно я расстроилась что я не смогу их носить этим летом и поэтому когда их продам если продам и подсоберу немножко денег я куплю другие себе и наверное либо низкого плоского хода либо же устойчивого каблука хотя очень хотела себе вот такую обувь потому что но я такой не ношу это для меня немножко непривычно хотелось как-то вот быть прям супер женственной но увы не дано короче приготовила еду убралась квартире у меня в принципе все сделано сейчас хочу пойти заглянуть на почту потому что я вам рассказывала что мне должна с китая прийти одна красивая подвеска так вот и и очень сильно долго жду и вот вроде бы как на укрпочте на меня уже ждет поэтому я ее заберу и пойду к маме на кофе потому что я тоже все сделал она свободно и сказала приходи ну а я человек простой не сказали я иду просто какая-то мега неудача они сегодня не работают потому что сегодня выходной у меня истерика случилось не могу роня хочу бабушке нельзя деде махать не попал да истерика ну мама видит папу стакана и не машет он же шмалуй стоит папа вообще ни в чем не виноват вроде просто психовал и маму такую отталкивать типу чтобы она не махала не махал дедушки такой бежит ну маши 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 дядям все он так тебе выгонял со мной у него как на эмоции только я могу что-то делаешь да какие-то процедуры как долго до нашего места пляжный патруль это вертолет 6 5 3 9 до 1 5 минут ты точно кофе не хочешь это ты зеваешься десу ты рано сюда встала что так рано специально или сама верю я же все четыре утра проснулся на рынке рано было она что это тоже как проверка уже 2 месяца прошли ты лучше чувствуешь да я тебя не снимаю мы тут кстати кино такое интересное с мамой начали смотреть игра на выживание да игра на выживание короче лежит такая никого не трогай мне пишет в инстаграм редактор канала украина 24 говорит можно вам позвонить по вайберу хочу вам знать буквально парочку вопросов про отдых кирилловки я ж ему пишу здрасте но типа я ну могла бы ответить но мне нечего вам рассказать я была всего лишь два-три часа там он сказал то у меня там такие основные вопросы мам блин на ноги вот и мы договорились нет буквально на одну две минуты человек позвонил я включила видеосвязь по вайберу ответила на вопросы и мне сказали что меня сегодня покажут я так нервничал ребята вообще не медийная личность в этом плане вот болтать на камеру знаю что никто там сейчас ну как бы ну как бы как бы вам сказать когда я сама снимаю выкладываю это одно а вот прямые трансляции когда меня начинают о чем-то так спрашивают меня прям как начало трясти это как перед выходом на сцену надеюсь я там нормально рюмами выглядела говорила а то в итоге посмотрю на видео там знаете сидит какая-то чипушина безумно чипушина да говорит непонятно чего там двух слов связать не может ну как обычно на видео короче ребята это был мой первый опыт знаю если это видео реально будет где-то в доступе надо вам этот шедевр показать честно вот сейчас ездить маршрутки в маске просто убийственно очень жарко лицо прямо мокреет моментально мало того что вообще духота началась можно жаловаться на нее так еще эти маски но больше раздражает то что ты вот сидишь маски и многие сидят маски да там хоть даже некоторые приспускают ниже носа но некоторые просто с демонстративным видом заходят без них это очень обидно даже я бы сказала потому что одни люди слушаются уважают правила и других людей а другим наплевать просто они прям самым невозмутимым видом заходят и что самое интересное водитель тоже был без маски иногда сидишь и думаешь напоминать это я в ней сижу вообще что лоб или я крайняя но когда про порядочные граждане я ношу маску короче да я иду на танцы чтобы было жарко вдвойне а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехала я по станции домой, буду ужинать. Сегодня на ужин у меня завтрак. Иногда очень сильно хочется реально вот омлет с салатом. Прямо я вам передать не могу. И именно чтобы был еще черный хлеб и чай зеленый с медом. Это для меня идеальное сочетание. Но сегодня омлет не получился красивый, потому что чем больше молока я наливаю в него, тем он у меня получается нежнее, тоньше и хрупше, если можно так сказать. Поэтому лучше добавлять немножко совсем молока. Хочу начать смотреть сериал «Чужая странка», потому что вы мне его очень сильно рекомендовали. Кажут, жодного карантину біля моря не відчувається. Все ради вашей улыбки, все прекрасно, все хорошо. Люди спокойно себе отдыхают, загорают. Ну, я сколько езжу в вилоку, там все время такая обстановка, поэтому карантин как-то вообще не ощущается. Диана Вонг відпочивальниця. Понятненько вам? Я была відпочивальниця. Еще Диана Вонг. Спросили бы меня мою нормальную фамилию. У меня просто в вайбере, видимо, подписано Диана Вонг. Я уже даже не помню, как я там подписана, и меня так и назвали. Кто-то будет думать, когда будут смотреть новости, что я, не знаю, дочь какой-нибудь китаянки или китайца. Ой, забавно получилось. Но я реально попала в новости, ребятки. Это правда, это случилось. Я, правда, не знаю ничего об этом канале. Украина 24 для меня, он неизвестный. И там очень много такого народу, как я. Поэтому это мне, конечно же, ничего не принесет и не даст. Но это был интересный опыт для меня сегодня. Я реально очень переживала, когда отвечала на эти три вопроса несчастных. И вот, что-то доставили. Класс, как хорошо без одеяла. Господи боже, всё, теперь надо будет это вот одеяло под одеяльник засунуть. Что, Лёша? Я слышу, как ты идёшь. Я тут рассказываю, какая популярность там. Каково тебе жить с такой звездой, а? Так же, как и тебе с таким рейпером. Не знаешь, нам тут тесно. Для вашего эго такого места маловато. Согласна. Можно же вот это. А, ребят, я же пыталась смотреть чужую странку. Я посмотрела где-то, может, чуть меньше половины серии. Скажу я вам, что это какой-то пикантный сериал. У меня было ощущение неловкости. Потому что вся первая серия какая-то, я не знаю, немножко озаботенная. Ну, может быть, мне так показалось. Не знаю, досмотрю ли я до конца эту первую серию. Может быть, даже мне и понравится сериал. Ха-ха-ха. Смотрим наш любимый сериал. Да, там 2 или 3 реально замёрзли прям. Просто знаешь. И вообще, клубника половина плохая. Она прям подгнившая. Пока, ребят. Увидимся в новых видео. Ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok